Матч ТВ Матч ТВ Матч ТВ Удивление у судей и зрителей стадиона вызвали бегуны из Шри-Ланки. На старты они выходили без обуви, что оказывается не противоречит правилам. В Шри-Ланке все так бегают, у нас так принято. Спортсменам легко и удобно бежать без кроссовок. А лекопластырем заматываем для того, чтобы не было мозолей. А победителем на дистанции 2000 метров с препятствием стал Иван Оржаков из команды САХА-1. В финальном забеге дня среди юношей 110 метров с барьерами первое место занял Тимофей Батаев из Сибирского округа. А у девушек первой линию пересекла Шинг Чойен из Гонконга. Такого результата от себя не ожидала. Соперницы были сильные. Буду дальше стараться улучшить свое время. Третий заключительный день боролись дзюдоисты-тяжеловесы. Волевую победу за третье место одержал дзюдоист из Сибири Илья Калашников в весовой категории до 81 килограмма. Несмотря на боль в плече, которая стала результатом травмы, полученной в предварительной схватке, он одолел своего тезку Илью Громова из Якутии. Я вырвал бронзу в партере. Вообще смутно помню этот момент. Ушел с удержания, был более вертким и сам сделал удержание. В супертяжелом весе 90 килограммов и более золотую медаль оспаривали москвич Михаил Махиня и сибиряк Анатолий Огурцов. После череды подсечек и удержаний Махиня одержал победу над Огурцовым. В медальном зачете под дзюдо первое место закрепил за собой Сибирский федеральный округ. Из 13 наград две золотые. Все ожидали, что основные баталии в стоклеточных шашках развернутся между шашистами Якутии и Башкортостана. Но эти позиции пошатнул казах Язбол Ярангаяб, который будет выяснять отношения с Марселем Шарафуддиновым из Башкортостана. Проверить себя на играх Дети Азии приехал и Данил Харлампов с Урала. Его задача и победа, и возможность посоревноваться со сверстниками, чемпионами Европы, мира. Многообещающий шашист имеет поразительную способность переориентироваться на все виды игры, но и показывать в них неплохие результаты. Так, в его наградном арсенале есть призовые места в молниеносной, быстрой и классической программах по 64-клеточным шашкам. Я решил проверить свои силы, решил посоревноваться с чемпионами Европы, мира, посмотреть, как они играют. Что касается русских шашек, то тут у девочек круговая система, которая позволяет мериться тактикой в 70-ти участницам. На сегодняшний день в третьем туре по очкам лидирует Марина Лежнева, представитель Уральского федерального округа. Впереди еще четыре тура. В шахматных кругах в тренде быть в национальной одежде. А начиналось все в первый день соревнований. Тон задали шахматистские из Туркменистана и, само собой, все внимание было приковано именно к этой сборной. Эстафетную палочку приняли сборная Кыргызстана. Неизменным атрибутом спортивного костюма одного из лидеров. Среди парней Руслана Сизбекова является Калфак. Впервые за все дни соревнования монгольские девушки облачили из национальной халаты Терлек. И именно в этот день они играют за первым столом. Удивляет и судей противников самый юный, 9-летний Арфана Диатая Багус из Индонезии. Он одержал уже две победы. Пока шахматист не входит в топ-турнирной таблицы и, скорее всего, так и останется в средничках. Но, как отмечают специалисты, на следующих седьмых играх Азии он начнет борьбу в статусе фаворита. В шестом туре у девушек сложилась непростая ситуация. Ганхуа Кучрау из Монголии, Тереева Валерия Сурала, Михайлова Юлия из Якутии, Камила Байбурина из Башкортостана набрали одинаковое количество баллов. По итогам тура расклад поменялся. Первую строчку теперь занимает представительница Башкортостана Юлия Григорьева с пятью баллами. По четыре с половиной у монголок Бацеханенгонсвот и Ганхуа Кучрау, а также Юлия Михайловой из Якутии. Но раз у шахматистов в тренде национальная одежда, то и якутянам пора его поддержать. Например, я надел камзол, который в старые времена мог позволить себе зажиточный саха, собираясь на праздник. А это илинкебегер, нагрудное украшение, оберег, которое защищал женщину от порчи и сглаза. Обратите внимание, что такие же серебряные детали есть и со спины. И называется эта часть келинкебегер. А теперь наденем басына. И можно идти играть в шахматы. О шахматах мы уже рассказывали лучше на теннис, но боюсь, что в такой одежде там будет очень жарко. В финале предсказуемо оказались не только корейцы, но и сборные Китая и Гонконга. Так, в парных состязаниях среди девушек золото завоевала сборная Южной Кореи, серебро у Гонконга, а бронза уедет в Китай. Такая же самая картина нарисовалась и у юношей. В смешанных парных соревнованиях Корея дважды вошла в тройку призеров, уступив Гонконгу второе место. А в личном первенстве как у юношей, так и у девушек Корея боролась с Кореей. В итоге женское золото у Чихыын, мужское у Хангю. А серебро, соответственно, у Рюханы и Чо Де Сонг. Третье место заняли представители Гонконга. Мы нисколько не расстроены своему третьему месту. Корея сильный противник и не обидно проиграть именно им. Я впервые участвую в международных соревнованиях. И бронзовая миналь для меня это уже очень много. Но реванш сборная Гонконга планируют взять на ближайшем чемпионате Азии. А вот для самой победительницы турнира Чихыын ее победа со счетом 2-1 стала полной неожиданностью. Ведь изначально она скромно рассчитывала лишь на четвертое место. Самым трудным в финале для меня оказалась партия с моим партнером по команде. Ведь в жизни мы дружим. Я знаю, что она сильный противник. Что ж, как говорится, гадалки не ходи. И в финале оказались те страны, которые традиционно задают тон мировому настольному теннису. А российским теннисистам фортуна, к сожалению, приятных сюрпризов не подарила. Одно радует, что сборная Якутии стала единственной из российских команд, кому удалось дойти хотя бы до четверть финала. В заключительный день соревнований по самбо схватки велись на одном ковре. Поочередно на него заходили пары юношей и девушек. В первой финальной встрече категории 44 килограмма встретились сильная на атаке бурнебояр Ганболт из Монголии и россиянка Екатерина Хасанова. Многочисленные болельщики монголки оглушали стадион. Их, как мог, перекрикивал российский тренер. Ноги, кривой замок, кривой замок, кривой замок, давай, ломай! Но, увы, контратаки Екатерине не удались. По результатам этой схватки чемпионом стала представительница Монголии. Среди юношей самым вопросительным оказался поединок между казахом Есентай Исмахановым и алтайцем Нурсултаном Судуакасовым. На этот счет в судейской коллегии состоялась своя словесная перепалка. Там выталкивания не было, свободного выхода, да? Там у них технический выход. А, как обещать, да тише, тише, а когда... Тише, тише, ну тише. Россиянин все же наказан за выталкивание из круга и казаху засчитали победу. Представитель Казахстана, они попросили нейтральных судей. Ну, сработала так бригада, ну, в принципе, там очень равная была встреча. Ну, наверное, победил сильнейший. Специалисты были единодушны во мнении, что Монголия выставила сильную сборную по самбо. Одна из ее представительниц в 56 килограммах Цирин Далгор, Цидин Джав, вышла на ковер против самбийской из Владивостока Алины Лукенчук. Они показали эмоциональную и жесткую борьбу, но грамотные зацепы помогли россиянке выйти с ковра победителем. Очень нервничала и переживала безумно сильно, но у меня почему-то был изначально настрой боевой, потому что с Монголией по-другому нельзя. Следующими на ковер пригласили тяжеловесов. Представитель Монголии Чинзарик Баян Цан и российский самбист Савелий Харин в весовой категории 78 килограммов. Вначале наш Савелий Харин с трудом уходил от бросков монгольского спортсмена, но разгадав его тактику, нашел ключ к победе. Удачной серии приемов. Итог дня. Два золота у Монголии, три у России и одно у сборной Казахстана. К борьбе за медали игр по волейболу подключились мужские составы сборных. В начале к сетке вышли игроки Туркменистана и Уральского федерального округа. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу уральцев. Ну а следом на площадке жаркую игру показали парни из Сибири и Дальнего Востока. Право открыть игру получила команда парней из Сибири. Результат подачи – мяч в сетку. Неудача задала тон игры для обеих команд. Первый сет игроки много ошибаются, но идут ноздря в ноздрю. Итог 25-23 в пользу СФО. Вот видите, подачу держим, все нормально. С голосом там немножко сработает все. Видите, сами ошибки делаем, делаем. Они сняться у нас не могут. Давай, 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 давай. Наставление тренера дали результат. Второй сет Сибирь играет увереннее, отрываясь от команды соперника на несколько очков уже к середине. Громко звучат крики «Сибирь вперед!» – скандируют лидеры женского турнира команда СФО. Второй сет сборной Дальнего Востока уступает со счетом 25-17. Но с начала третьего команда дает понять, что она не только не сдается без боя, но и претендует на победу в матче. Парни не дают оторваться оппоненту больше, чем на два очка и вырывают победу в сете при счете 26-24. На четвертый сет дальневосточники вышли с твердым намерением сравнять общий счет матча. Однако сибиряки превзошли их в сыгранности. Итог встречи – 3-1. Разгромом закончился пятый матч футбольного турнира. Один из лидеров – команда Кыргызстана – встретилась со сборной Якутии. За 10 минут первого тайма якутияне пропустили два мяча. К 30-й минуте в их ворота был забит третий гол. На перерыв футболисты из Кыргызстана ушли расслабленными. Якутияне перед началом второго тайма пытались поднять командный дух, однако он был сбит уже через 5 минут. Крики 15-го номера команды якутиян напугали многих. Врачи пришли к выводу, что возможен перелом. Футболиста увезли на карете скорой помощи. Игра продолжилась. Конец второго тайма якутияне провели в постоянной атаке, которая, к сожалению, не принесла результата. 3-0. Кыргызстан подтверждает свой высокий уровень. Ваши болельщики поддерживали ваших игроков. Они стали играть более уверенно, более агрессивно. И были моменты, где они могли реализовать. Но, к сожалению, это не получилось. Это футбол. Завтра на стадионе «Юность» сборная Сибирского федерального округа столкнется с командой Японии, занимающей первое место в рейтинге. Вторник на играх «Дети Азии» можно назвать днем национальных видов спорта. Хабсагай и якутские прыжки. Хабсагай – это один из видов единоборств, которое в переводе на русский язык означает «силу и ловкость». А якутские прыжки – это троебори по 11 прыжкам в длину, и каждый вид имеет свое название и особенность. О которых вы узнаете завтра.